Здравствуйте, друзья! Уже меньше недели остается до выборов президента Соединенных Штатов. Все, конечно, сейчас вращается вокруг этого, но не все напрямую с этим связано. В общем, поговорим, что же у нас сегодня происходит. Лена, пожалуйста. Сегодня у нас происходит то, что... Здравствуйте! Это во-первых. А во-вторых, у нас происходит это уже не сегодня, а достаточно длительный период времени. А сегодня у нас осталось меньше недели до выборов. И вот эта истерика, которая происходит слева, она настолько примечательна. Я подобного никогда не могла предположить, что в Соединенных Штатах Америки истерика станет основным средством политической борьбы. Да, я не ошиблась. Потому что когда мы говорим о том, что мы видим каждый день перед своими глазами, я это вижу в Нью-Йорке, может быть, кто-то видит другую картину, где-то в Красных Штатах. Но у нас истерика достигла своего апогея, и она вылилась в последнее событие воскресное, Мэдисон-Сквэр-Гарден, но об этом уже очень много говорили. Просто Мэдисон-Сквэр-Гарден такого давно не видел. Хотя наши оппоненты говорят, что вот это очередная фашистская сходка. И так вот конкретно в лоб 1939 год, когда нации там бесновались. Я всегда вспоминаю ремарка «Я не в раю». Он как раз описывал события, описывал, как любители фюрера бесновались на 80-х улицах, на 86-й. У них были свои клубы, у них были свои клубы по интересам, с зигованием, с фашистскими свастиками. Но время прошло, и всё закончилось. Мы говорим о том, что было в 1939 году, и я всегда хочу напомнить, что в 1939 году президентом был кто? Совершенно верно. И назвать его республиканцем никак нельзя было. Наш Рузвельт был левым. Он помогал немецкой экономике подняться. Он сотрудничал с Германией. И я могу сказать, что Шахт, которого судили в Нюрнбергском трибунале, который был главным банкиром нацистской Германии, он сказал, если бы не Запад, вот этот Запад, мы бы никогда не подняли свою экономику. Спасибо, Америка. И вот это Америка, которая взрастила своих нацистов, которая помогала тем нацистам. И мы ещё не сказали ни одного слова о 931 еврейском беженце, которых Рузвельт просто отшвырнул от берегов Соединённых Штатов Америки при помощи военно-морского флота США. Что дальше было? Дальше они вернулись в Германию. Дальше судьба их неизвестна. Но, скорее всего, можем предположить. Так кто у нас фашист? Кто у нас Гитлер? Кто? Демократическая партия. Которая всегда, всегда, я подчёркиваю, Именно вот они очень любят диктатуру. Они очень любят тиранию. Они любят клеймить своих оппонентов. Вот заклеймивши Трампа, они собирают яму. Ну, здесь я бы хотел добавить, что то, что происходило в 1939 году и то, что происходило с этими пароходами, кораблями, на которых были еврейские беженцы из Европы, то в этом непосредственно принял участие один из ближайших советников президента Рузвельта Кеннеди, старший отец, глава семейства. До этого он был послом Великобритании и пытался уговорить американскую администрацию и, конечно же, президента Рузвельта о том, что необходимо заключить мирный договор с Германией и вообще помогать ей во всех её начинаниях. Но у Рузвельта было несколько другое мнение и были другие советники. Ну, в общем, как мы знаем, этого не произошло. Но вот в конкретном случае с кораблями с беженцами, тут, конечно, Кеннеди сыграл главенствующую роль. Ну и, кроме всего прочего, об этом мы тоже говорили не один раз, известные факты, просто хочется повторить, что делала Демократическая партия для спасения евреев во время Второй мировой войны. Я, собственно говоря, ничего не делал, даже наоборот, можно сказать, способствовало. Были планы железных дорог, которые везли евреев на заклание в Освенцин. И, кстати говоря, 95% пассажиров этих кораблей именно оказались в лагерях смерти, в Треблинке, в Освенцине. И никто даже не подумал о том, чтобы разбомбить эти железные дороги. Кстати говоря, по ним перевозили не только еврейских беженцев, но и оружие на Восточный фронт, логистику, то, необходимую для немецкой армии. Кстати говоря, этот вопрос действительно до сих пор остается открытым. Почему союзники, в том числе, кстати говоря, и Советский Союз, который воевал-то больше всего на Восточном фронте, почему никто не настоял на том, чтобы разбомбить эти железные, железнодорожные пути. Но вернемся к событиям сегодняшнего дня. Кстати говоря, критика Трампа, к которому не имеет никакого отношения, это выступление комика Тони Хитчклиффа на ралли в Мэдисон-Склэр-Карден. Я вчера более подробно говорил об этом. Но на самом деле, возможно, шутка не очень удачная. Но почему-то люди, которые являются выходцами и уроженцами из Пуэрта-Рика, они эту шутку понимают совсем по-другому. Для них эта шутка смешная. Об этом говорили многие уже сегодня на каналах. И, конечно, демократы пытаются использовать любой танц, чтобы зацепиться. Вот так же они пытались зацепиться на канале CNN, когда Джейк Таппер буквально пытал Венса, кандидата в вице-президент, сенатора Венса. И причем он так начал интервью с такой, типа, вот как вот распальцовка там в 90-х. Сейчас мы тебя здесь разложим, и все будет понятно, кто ты такой, и кто твой шеф. А буквально через пять минут он как зацеплился на одном, потому что Венса отвечал по делу. Четко, правильно, мотивировал все вопросы. Отвечал на них из точки зрения логики, приводил факты, объяснял, почему вот эти вот высказывания, почему люди, которые были не согласны с Трампом в политических вопросах, и на самом деле пытались втянуть его в войну. Это, кстати говоря, действительно серьезный аргумент, который нигде не поднимался раньше. Давайте просто обратим внимание на то, что кто является главными критиками президента Трампа. Это Марк Келли, который был его директором, его канцелярии, четырехзвездочный генерал. Это командующий всеми войсками, то есть начальник генерального штаба генерал Милли, Джон Болтон, советник по национальной безопасности, и Марк Эспер, министр обороны. То есть вот это четыре человека, которые имеют непосредственное отношение к началу и ведению военных действий. И действительно, то, что сказал сенатор Венс, возможно, соответствует действительности. Они пытались втянуть его в войну. Им это не удалось. Он их за это уволил, и естественно, что у людей, которые не смогли убедить, переубедить человека в своих мнениях, у них появился большой звук. Тем более, кроме всего прочего, военные действия для определенных ведомств и для определенных людей есть непосредственный бизнес. И, соответственно, увеличение своего благосостояния. Микс. Ну, насчет, хотел сказать, конечно, насчет шуток, я все-таки думаю, что это большой прокол с нашей стороны, потому что, учитывая ту непростую атмосферу, которая и так сложилась, надо все-таки понимать, что комики подобного уровня – это все-таки не мейнстрим. Такие ребята с таким юмором – это для специальных клубов, для специальных мест. Это не то, что должно появляться на митинге, рассчитанном на широкую аудиторию. Тем более, специфические шутки, понятные определенной аудитории и воспринимаемые, мягко говоря, неоднозначно массовой аудиторией. Ну, то есть надо просто такие вещи просчитывать, надо об этом думать, учитывая, я говорю, ту атмосферу. Это не прогулка в парке, это сейчас не 92-й год. Сейчас ситуация настолько наколена, и мы знаем, что любую такую вот какую-то мелочь будут использовать всегда и уже используют на полную катушку, потому что вся левая сейчас, вся эта так называемая либертота, не путать с либералами нормальными, эта вся публика сейчас стоит на ушах и рассказывает, что вот они, вот смотрите, какие они все фашисты, да? То есть оно нам надо? Ну, оно нам не надо. Ну, с другой стороны, что же сделать? Ну, уже слово «не воробей», вообще ничто не воробей, кроме воробья. Теперь уже получилось, как получилось. Теперь уже живем с тем, что есть. Будем надеяться, что все-таки это не самое страшное, что нужно на сегодняшний день представить. Я сегодня слушала подкаст очень интересный Марка Левина, где он четко разбирает вот это выступление в Морисон-Сквер-Гарден, вот этого шутника портариканского. Дело в том, что сама команда Трампа его не приглашала, его никто не приглашал. Вопрос возникает, каким образом человек вышел на сцену. Мне кажется, иногда, когда проходит такое мероприятие, каждый первый может выйти на сцену. И вот они открещиваются, как говорится, от него. Говорят, мы его не знаем, мы его не приглашали. Кто его подставил, это может быть и провокация. Скорее всего, это могут быть такого рода провокации. Потому что, когда мы видим человек, который несет, мягко говоря, ахинею, это мягко говоря, а на самом деле провокационную речь в виде шутки. И эта шутка съедается, но потом, знаешь, как ложечки найдутся, ну вот, или чашечки там, запашок остался. И вот этот запашок теперь разносит по всем абсолютно каналам именно левая пресса. Надо же доказательства найти, что там собрались фашисты, расисты, супрематисты, антисемиты, особенно антисемиты. Учитывая, что там развивался израильский флаг, учитывая количество евреев, которые там были, и огромное количество людей в Ермолках, Кипах, тоже о многом говорит. Учитывая то, что Трампа, эндорфмент ему сделали религиозные евреи, Хаббат ему сделал, поддержал его, и сионистский комитет американский поддержал Трампа, они называют его антисемитом. Но здесь же логика отсутствует, здесь отсутствует совесть, и здесь отсутствует факт, который они перевирают и перекручивают. Но зато Эл Шарптон комментирует, великий юдофил. Шарптон, когда мы говорим о Шарптоне, который говорит, с той стороны там что-то вякает, Лаип, что-то вякает, Амар, Т.О.С. И сегодня смотришь своими глазами, я смотрела фрагмент разговора Тима Тампона с Эл Си, с барменшей. И он сказал, что я очень хочу, чтобы вот этот гал, вот этот, как это называется по-русски, дайте мне, как по-русски? Чувиха. Нет, нет, этот болоток, который будет у спикера, был в ее руках. То есть он хочет ее увидеть спикером. О чем мы вообще говорим? Крайне левая, крайне левая очередная, ну там компания хорошая, если не дай бог они победят. Это Камала Харрис, это Тим Волтс, и что Аказия Кортес, которую выгнать невозможно ниоткуда. Они же поддерживают друг друга, потому что если они не будут вот скованной одной цепью, их вся повестка разлетится. Значит, поэтому они сейчас выполняют заказ, средства массовой информации выполняют заказ, непосредственно нарушая первую поправку Конституции Соединенных Штатов Америки. когда вся пресса под их руководством затыкает рты гражданам, потому что у них своя адженда, свой план действия. И можно только сказать, что если не дай бог они победят, мы распрощаемся и с первой поправкой, и со всеми остальными. Мы распрощаемся с Америкой, с Конституцией. И когда задают вопрос, да что ж вы так, да почему вы не с левыми, да потому что мы сражаемся за свою жизнь, поймите уже, за будущее наших детей. Особенно я сейчас обращаюсь к тем, кто слушает нас вне Соединенных Штатов Америки. У нас идет гражданская война. Поймите уже это. Я вот эти дни, очень просто вчера и сегодня я подъезжала, смотрела, что происходит на участках, что происходит и как происходит. Я была сегодня поражена в Бруклине, огромным, просто поехала в Бруклин, просто огромным количеством. Я определяю, что это мусульмане, потому что, как правило, дети были с матерями, в платках, в хиджабах, а у детей на головах были красные шапки. Make America great again. Мага. И сзади Трамп. Я вот перед передачей показала. Я была удивлена. А потом ты начинаешь сопоставлять факты и понимать, что лидер, мусульман, Мичигана призвал голосовать за Трампа. Они хотят мира. Вот так вот. Очевидное, невероятное. Они хотят мира. Им это не мешает, правда, вот этим же людям выходить на марши, выходить, сжигать флаги американские, израильские под флагами свободной пластилины. Им это не мешает. Но сейчас они голосуют и пойдут голосовать за Трампа. Потому что они думают, что Трамп принесет мир на Ближний Восток. Мы тоже так думаем. Только мир на наших условиях. Победа из Израиля. На самом деле они могут думать все, что угодно, но Трамп уже принес мир на Ближний Восток. Это факт, который является реалиями, действительностью, которую ценят в Израиле, которую ценят на Ближнем Востоке. И, кстати говоря, здесь, я думаю, что те, кто призвал Мичигане из лидеров мусульманской общины голосовать за Трампа, это не те люди, которые выходят на демонстрации и сжигают флаги. Среди мусульман тоже есть сторонники Израиля. И, кстати говоря, вот несколько, две недели назад я был на демонстрацию в поддержку Израиля в Бостоне. И там принимали участие представители мусульманской общины тоже, в том числе выходцы из Ирана даже принесли флаги и скандировали о том, что Израиль прав и должен делать все для своей самозащиты. Так что, я думаю, что не стоит всех смешивать. Я не говорю обо всех, я говорю о тех, кого я вижу, потому что ты, может быть, не видишь то, что творится в Бэйридже? Нет, я вижу, что в Бостоне тоже таких достаточно. Все вот эти демонстрации, это на самом деле Бостон, это эпицентр всего из-за того, что там такие университеты есть, как Гарвард, как МАЙТИ, которые, кстати говоря, свидетельствовали в Конгрессе в Комитете по надзору и Юридическом Комитете. Так что, там тоже хватает таких людей. Я не думаю, что при всех призывах мусульманской общины вот эти люди, эти антисемиты, эти антиизраильтяне, антисионисты будут голосовать за Трампа. Они будут голосовать за Камалу Харрис, потому что Камала Харрис вот такая фотография, которую я сегодня прямо сделала из машины, она внушает надежду, что вот этот маленький мальчик, который стоит с шапкой, и задний написан Трамп у него на этой шапке, а впереди мага написано, он вырастет американцем, понимая, что, понимая всю суть Америки, вот того самого плавильного котла, который дает возможность каждому и дает каждому свою частичку американской мечты. Абсолютно с тобой согласен. Дело в том, что мы несколько преувеличиваем монолитность ислама и мусульман. Часто люди думают, что если где-то какой-то один имам что-то сказал, то все мусульмане сразу подорвались и побежали это делать. У них внутри своих разногласий, своих терок, споров полно, своих различий. Есть много мусульман, которым совсем не нужна ни Хизбалла, ни Хамас, именно потому, что они реально хотят жить в мире, не хотят войн, не хотят вот этого всего. Иранские, кстати, мусульмане, которые не последователи Аятова, которые сейчас в эмиграции, которые помнят времена Шаха, они ведь помнят, как строили нефтепровод, который должен был через Израиль идти в Европу, совместно с Израилем продавать иранскую нефть в Европу. Это был совместный проект, на котором Израиль тогда планировалось, тоже должен был хорошо зарабатывать. И все, там были очень хорошие дружеские отношения до исламской революции. То есть самые, конечно, я здесь знаю нескольких иранцев, которые к Израилю очень относятся тепло и дружелюбно. Я хотел только немножко вернуться к истории с митингом. Я, честно говоря, мне очень сложно поверить, Лена, что там мог случайный какой-то человек подняться на трибуну. Учитывая, что были покушения на Трампа, учитывая, что, ну, вообще всю ситуацию, напряженность, я, честно говоря, не думаю, что как-то можно, то есть что, я могу вот так приехать с гитаркой и выйти песню спеть, что ли? Я сказала источник, я назвала, кто произнес это, Марк Левин. Да, ну вот я говорю, мне кажется, что он немножечко все-таки как-то переусердствовал, потому что мне трудно себе представить, как может просто человек из ниоткуда, которого никто не знает и не приглашал, просто вылезти вот посреди всего, подойти к... Я не комментирую, я сказала источник, я назвала источник, Марк Левин произнес это. Откуда-то у него, наверное, информация есть. Посмотрим, но я... Всегда, знаете, господа хорошие, когда мы о чем-то говорим и что-то произносим, нужно всегда источник, помните, называть. Тогда, чтобы нас не обвинили в том, что мы из пальца высосали. Мы можем соглашаться с источником, не соглашаться, но профессионально мы не имеем права, мы журналисты, мы не имеем права профессионально не давать ссылку. Ну, это понятно. Я просто думаю, что те, кто облажался, они теперь будут придумывать свое оправдание, все что угодно. В том числе, рассказывать, что да, что такое, у нас тут вообще не было, мы тут вообще не стояли. Интересные, на самом деле, вещи сейчас, конечно, происходят, и то, с чего ты начинал, по поводу истерик, мы их видим очень много и обостряется ситуация. Вот это постоянное сравнение с Гитлером, постоянная отсылка к фашизму, на фоне, я просто сегодня раньше говорил с эстонским одним изданием, и этот вопрос очень в Европе сильно поднимается, и мы понимаем, что там люди очень обеспокоены, потому что на них эта пропаганда действует, которая у нас здесь, которую мы видим, мы понимаем, что это такое. Но в Европе люди действительно сильно боятся того, что будет какой-то фашизм. и приходится просто поднимать факты и говорить, скажите, а кто у нас, вы же знаете, кто у нас цензуру устраивает в Соединенных Штатах, нарушая Конституцию Соединенных Штатов, кто вызывает к себе на ковер глав социальных сетей и устраивает им, значит, лекции по поводу того, что надо публиковать, что не надо, кто хочет в нарушение Конституции разоружить граждан Соединенных Штатов. Собственно говоря, я напомню, если вдруг кто не помнит, что в нацистской Германии людям было запрещено владеть оружием. И в Сталинском СССР, ну и вообще в СССР всех времен было запрещено владеть оружием. В большевике разоружили. В большевике разоружили, да, людей, хотя это было в царской России, было разрешено людям, там, это было гораздо спокойнее. Человек шел, покупал, и реклама в газетах была, там, револьвера Смиттен, Вессон и так далее. То есть это сделали большевики в России, это сделали нацисты в Германии, это делают демократы в Соединенных Штатах Америки. Они добиваются того, чтобы отобрать у нас у всех оружие. И вот возникает вопрос, аналогии-то на самом деле, если без истерик, если без криков фашисты-фашисты, а если просто посмотреть, кто что делал-то на самом деле, и у кого какие действия на самом деле совпадают, то мы получаем, что как раз-таки именно со стороны демократической партии мы видим как раз те самые признаки, которые показывают нам грядущий нацизм, грядущую диктатуру. Я уже не говорю про арестованных по одиночным камерам, распиханным без допуска адвокатов, участникам митинга 6 января 2020 года, которых держали там несколько месяцев без вообще какого-либо разбирательства, предъявления обвинений и так далее, что является страшнейшим нарушением американской конституции, и никто, в общем, об этом практически не говорит. Все делают вид, как будто так и надо. Идет какая-то борьба этих людей за свои права, но вы не услышите об этом, кстати говоря, к сожалению, даже в консервативных медиа. Это только вот, если вы найдете в том же Твиттере аккаунты таких людей, вы узнаете, что там на самом деле происходит. А это, друзья мои, ГУЛАГ. Это вот таким вот образом тащат людей в ГУЛАГ. Когда тебя могут просто арестовать по подозрению, за то, что ты не в правильном митинге принял участие, кинуть в одиночку, не допустить адвоката, держать там в каких-то стрёмных условиях. Это, ну, что это такое? Это вот, это оно самое, это тот самый ГУЛАГ. Так кто нам его несет? Дональд Трамп? Нет, отнюдь. Именно те самые демократы, Обамы, Байдены с Харрисами и прочее. Ну, кстати говоря, если мы уже говорили об этой неудачной шутке с Пуэрто-Рико и о его проникновении, то на самом деле одно не исключает другое. Он мог прийти туда по приглашению и использовать эту шутку в целях провокации. Да. Но с другой стороны, в принципе, как я уже сказал, люди, которые имеют отношение к Пуэрто-Рико, воспринимают эту шутку совсем иначе. То есть на самом деле это может быть тот же самый нарратив, когда нам пытаются доказать, что Трамп антисемит из-за того, что и республиканцы антисемиты, из-за того, что они критикуют Сороса. Евреи прекрасно понимают, что Сорос сам первоклассный антисемит и делает все для того, чтобы и Израилю было плохо, и Америке было тоже плохо. Но на самом деле, вот как раз, когда комментировали эту шутку, то показали выступление на конвенции демократической партии, там тоже выступали комики, и там один комик пошутил тоже, в общем-то, не лицеприятно. Он сказал так, что если Трамп собирается построить стену на границе с Мексикой, он должен это сделать за один день, потому что если он ставит стройматериалы на ночь, то их просто разворуют. посыл в сторону мексиканцев. Но, конечно, об этом же никто не говорит, потому что это невыгодно. Зато смешно. 29 числа во вторник, то есть вчера, Стив Беннон был освобожден из тюрьмы. Это главный советник был, советник Трампа. И он 4 месяца просидел. Кто-то из вас упомянул о политических заключенных. Вот, пожалуйста, политический заключен. Он себя так и назвал политическим заключенным. И он сказал при выходе из тюрьмы, я горжусь, что попал в тюрьму. Добавить, что противостоит генеральному прокурору Мэрику Гарланду, что он назвал коррумпированным министерством юстиции. Ну, он, конечно, не открыл ничего нового, назвав коррумпированных тем, кем они есть. Потому что у нас они не только коррумпированы, они непотопляемые. Партия своих не сдает. Партия, наоборот, их только возносит. И они, как памятник, кто же его разрушит, то его вынесет. Они памятники. Памятники коррупции, демократической власти. Потому что все, за что они, вот Медас, у него все золото превращалось. Эти, за что не возьмутся, все, извините, в дерьмо превращается. Они хотят страну превратить вот в это дерьмо. Они мир превращают, глобальный мир, тоже, то же самое. И этот мир боится Трампа. Потому что он не может его не бояться. Тот пришел разрушить вот то, что они настроили. Вавилонскую башню в ее самом мерзком разделяй и объединяй. По какому принципу. Вот они объединились. У нас интернационалы объединялись. А теперь у нас Всемирный экономический форум должен разрушить современную цивилизацию для того, чтобы вот эти люди винтики им нужны. вот это об этом люди просто не всегда понимают. когда идет какое-то даже внутреннее сопротивление вот этому безумию от людей, которые это безумие творили на протяжении десятилетий, мы так плавно подошли теперь к прессе. Вот к той самой прессе. Безос после того, как он снял рекламу Камал и Харрис, он потерял буквально за пару дней он потерял 200 тысяч подписчиков. Они просто ушли из Вашингтон-Пост. Это очень хороший маркер. Он говорит о том, кто читает Вашингтон-Пост. Ну, я читаю, мне надо это понимать. Когда там люди пишут у нас, наши зрители, как можно своими деньгами, а откуда мы тогда знать будем? Если не читал, но осуждаю или как, нам приходится заткнуть нос и читать вот то, что они смердящие печатают, где нет правды давно практически во всех СМИ. И когда принимается такое решение и коллегия, журналисты протестуют против решения, потому что они очень хотят видеть Камалу Харрис президентом, мы понимаем, до чего мы дошли. Когда пресса добровольно на себя надевает ермо и хочет, чтобы ее цензурировали, они не понимают, как по-другому можно вообще дальше существовать. Но так оно и есть. Мы находимся вот в этом безумии. Но 200 тысяч подписчиков за два дня это хорошо. Я хочу до конца их добить уже. с кстати говоря, сам Безус на это отреагировал достаточно спокойно. И он даже заявил о том, что поддержка того или иного кандидата создает определенную зависимость и предпочтение, которое показывает пресса. А в прессе этого не должно быть, в средствах массовой информации этого не должно быть. Кроме всего прочего, к инициативе Безус примкнули еще две газеты, в общем-то тоже достаточно известные и немаловажные в Америке. Это Лос-Анджелес Таймс, которая потеряла 7 тысяч подписчиков, но не так много, как Безус, но с другой стороны у Лос-Анджелес Таймс нет Амазона. И что тоже весьма удивительно USA Today. То есть они отказались поддержать того или иного кандидата. И это в принципе на самом деле мне кажется положительный фактор и признак того, что пресса готовится к смене власти. Знаешь, я не верю USA Today ни на Грамм, ни на Йоту. Потому что USA Today, если ты посмотришь внимательно, я повторяла несколько раз, еще расскажу, это один из основных факт-чекеров, метод. И все, что ты пишешь, там сразу тебе дают ссылку на USA Today. То есть они информация и они цензура. Вот о чем мы говорим, Игорь. Они информация и цензура, и они затыкают рты каждому. Вот эти USA Today и прочие пустышки, Associated Press и все они являются факт-чекерами. Ты думаешь, там такое количество факт-чекеров, помимо всего прочего, есть в каждом издании, но они теперь истина, носители истины. Я просто хочу здесь сказать, что я с тобой абсолютно согласен. Более того, могу добавить, что Washington Post тоже, в общем-то, была газетой, которая поддерживала демократическую партию, вливала всякие фальшивые материалы, критиковала и клеветала на Трампа. И, собственно говоря, то, что произошло там в редакции, что одна треть ушла оттуда, включая главного редактора, то на самом деле то же самое может произойти в USA Today. Это стало известно буквально несколько часов тому назад. И когда Безос заявил о том, что он не поддерживает ни того, ни другого кандидата, то увольнения начались не сразу, а на следующий день. Посмотрим, что будет в USA Today. Может быть, там тоже разошлись мнения тех или иных людей. Это несмотря на всю критику этой газеты, с которой, как я уже сказал, я с тобой полностью согласен, эта газета огромная и, в общем-то, достаточно влиятельная. Не New York Times и не Washington Post, но я думаю, в десятку самых влиятельных газет Америки она входит, если не перейдет Америки. Ну, здесь дело в том, что тут, в общем, спорить-то, по сути, не о чем, потому что в любом издании всегда есть разные люди, и эти разные люди тоже хотят свой кусок пирога, они хотят тоже занимать какие-то позиции, и если в какой-то момент где-то какой-то сотрудник почувствовал, что в связи с меняющейся политической ситуацией под руководством зашаталось кресло, кресло можно подтолкнуть и занять это место, но они тоже это сделают и сделают определенные шаги для этого. Это же такая же грызня, такая же мышиная возня, как в любой корпорации, где каждый пытается продвинуться, занять себе место под солнцем, и кроме того, люди там работающие, не все обязательно должны быть оголтелыми леваками, там могут быть и люди достаточно молодые, пришедшие, посмотревшие на все это, как я в свое время пришел на BBC, посмотрел на все это, и что, в общем, наверное, не стоит, потому что когда меня начали цензурировать в слету, я как-то подумал, что не так я себе представлял западные свободные голоса, когда я их слушал в детстве, совсем не так, как это стало происходить через несколько лет. Поэтому люди тоже могут приходить туда работать, сталкиваться с какими-то проявлениями цензурными, леваческими и так далее, и, в общем, пытаться что-то там поменять, но в любом случае понятно, что вся эта служба факт-чекеров, это на самом деле естественно никакого факт-чекинга там не происходит, есть просто заготовки из методичек для всех, которые просто рассылаются и говорится, вот ставьте вот этот, вот это, вот это, вот это закрывайте вот такими вот пляшечками, а если спросят на кого сослаться, ну ссылайтесь там на USA Today, понятно же, что они там не сидят сами и не занимаются всей этой ерундой, зачем оно им надо. тут это все ширмочки такие и игры такие, поэтому я думаю, что здесь оба вы правы и действительно и с одной стороны понятно, что к этим изданиям нет никакого доверия, с другой стороны могу предположить, что там могут появиться приличные какие-то люди, ну или более или менее приличные, или по крайней мере менее радикальные, которые захотят, может быть, как-то, видя, что меняется атмосфера, вы же видите, вы же посмотрите, что произошло с CNN, и это не при Трампе произошло, и не потому, что Трамп что-то сделал, а потому, что люди, в том числе даже сторонники Демпартии уже не в состоянии такое количество вот этой вот ослиных этих помоев выпивать ежедневно вместо того, что они выражают. Люди просто стали отказываться, перестали это смотреть, стали отворачиваться. То же самое происходит, я уверен, и со многими этими изданиями. А Безос бизнесмен, при всех его взглядах, при всех его там убеждениях и так далее, он все-таки бизнесмен, он хочет бабки зарабатывать. И если он видит, что газета катится в унитаз, потому что занимается галимой пропагандой, ну, наверное, начинает чесать репу и думать, а что же сделать для того, чтобы хоть как-то спасти репутацию и хоть где-то остаться на плаву. Поэтому начинает делать какие-то вещи, которые не очень нравятся левым, но зато, в общем, как-то призывают других вроде как взглянуть на него как на непредвзятого такого вот арбитра. Давайте еще вот пару вещей обсудим, которые очень важны для понимания. Левые кричат на протяжении последней недели, они кричат, что республиканцы делают все, уже соломку себе подстелили для того, чтобы сказать, что выборы могут быть сорваны. Они борются со срывом выборов. то есть они заранее уже сказали, что да, да, все будет нормально, но уже идет вот этот нарратив о том, что выборы будут подтасованы. Доказательства есть, при желании найти, я о них говорила в нескольких предыдущих передачах. И вот тот пожар, который произошел в избирательных урнах, сразу в двух местах, это в Вашингтоне, штат Вашингтон и Орегон в Портленде, когда загорелись, были подвержены избирательные урны, потому что так просто они не загораются. Ну да. Но они горели, и очень много бюллетеней, особенно когда мы говорим о Портленде, они пострадали, их просто сожгли. И люди пытаются восстановить, потому что пытаются узнать, кто голосовал, кто не голосовал, они приходят, они хотят узнать судьбу своего голоса. Но нам будут говорить, что все у нас честно, и все нормально, и все хорошо. Точно так же, как нам будут говорить, что у нас все хорошо в Аризоне, у нас все хорошо в Неваде, нам будут говорить, нам будут говорить, какие замечательные у нас выборы В Пенсильвании, несмотря на то, что 2500 бюллетеней там уже найдено, уже только начали голосование in person ранее, 26 числа. Я, кстати, могу сказать, отчитаться по поводу того бюллетеня, который мы послали по почте, мой профил нормальный, у мужа его вернули. Муж просто подъехал на избирательный участок и за три секунды решил этот вопрос. Подтвердил свое гражданство и свою подпись. Так что было бы желание доказать и подтвердить, и потратить свое время, и пойти и проверить, как голосуют, что происходит. Это очень важно для понимания вообще того, что происходит с выборами в Соединенных Штатах Америки, особенно в этом году. Мы хорошо следили в 2020 году, но так случилось, так уже случилось. И еще одно событие, которое вчера меня очень взволновало, честно говоря, очень я негодовала по этому поводу, поэтому вчера не писала ничего. Это день First Responders, который отмечали, день спасателей, который с 2019 года наш Конгресс установил, но прокламацию написал Байден вчера. Он писал только прокламацию о героических людях, которые защищают нас, приходят на помощь. Мне стало гадко, потому что весь 2020 год я ходила на протесты в поддержку этих людей, которые defund the police, хотели дефинансировать вот эти же. Я помню хорошо этих врачей, которые с утра и до ночи, парамедиков, во время ковида, спасали людей, им ничего не разрешали. Я помню эти отделения скорой помощи, заваленные людьми, которые туда пришли, и морги, в которых я снимала. Я снимала в моргах, в похоронных домах в апреле 2020 года. Я видела этот ужас, материализацию ужаса, которые подготовили нам все те же, фаучи и остальные, и же с ними, под мудрым руководством. И я вспоминаю пожарных. Я вместе с ними ходила на эти демонстрации. Да, они спасали, да, они вытаскивали. Они всегда первыми очутились там и были там. И 11 сентября тоже они первые там были. И вот именно каждого из них, живого и мертвого, Байден с Камалой Харрис вытерли ноги. Но они написали, они выдали на гора, то есть его никогда в них не было. Не эмпатия, не желание этим людям помогать, потому что они уже очень их боятся. Эти люди голосуют за Трампа. Всегда. Я вижу на полицейских машинах вот этот американский флаг с синей полосой. Это именно наша полиция. Или американский флаг, красная полоса, это пожарная охрана. Это пожарники наши, это наши герои. Поэтому не верьте своим глазам, не верьте своим ушам. Когда рот открывает вот те, кто запрещали их, издевались над ними и хотели их дефинансировать. Я просто возвращаю вас к фактам и проверке фактов. Это самое главное. Понимание того, что у нас происходит. Ну, здесь я бы хотел добавить еще одну довольно интересную вещь, потому что левые средства массовой информации прицепились к одному высказыванию Трампа в Мэдисон-Сквер-Гарден, когда Трамп сказал о том, что у него со спикером Майком Джонсоном есть небольшой секрет, «Little Secret», о котором он сможет рассказать после выборов. Ну, естественно, что сразу пошла критика, клевета о том, что, а что имел в виду Трамп, наверняка это какой-то заговор, а, видимо, это связано с тем, что если Трамп проиграет, а он же, конечно же, проиграет, то Майк Джонсон будет оспаривать результаты выборов. И вот сегодня Майк Джонсон официально выступил с тем, чтобы сказать, что, да, действительно у него был договор с Дональдом Трампом, который касается мобилизации избирателей, которые поддерживают республиканскую партию. То есть те люди, которые официально зарегистрированы, как республиканцы. В каждом штате эта регистрация проходит обычно в местных муниципалитетах, мэриях и так далее. Так что ничего секретного и заговорщицкого в этом плане нету. Я думаю, что демократы занимаются тем же самым. И еще довольно интересная новость о том, что сегодня начались слушания в комиссии по надзору в связи с новыми фактами и сведениями, которые были получены в отношении связи кандидата вице-президента Волца и китайской коммунистической партии. Посмотрим. До выборов еще неделя. И, возможно, появятся какие-то дополнительные, довольно интересные факты. Микс. Самое печальное, дорогие мои, в этом всем то, что у меня очень стойкое ощущение, что наших оппонентов, поддерживающих Камалу Харрис, абсолютно не волнует то, насколько глубоко и прочно эти люди связаны с враждебными к Соединенным Штатам государствами, сколько у них там сотрудничества. У меня такое вот просто по моим ощущениям, им хоть плю в глаза, понимаете, все божья роса. Им рассказываешь про эти вещи, там еще открываются факты, еще... А они как будто ничего не происходят. Ну и что, умылись так, утерлись и пошли себе солнцем полимые. Ничего их не беспокоит. Идут все голосовать за людей, которые фактически продают свою страну. Мне это дико, но вот у меня такое ощущение. И да, конечно. Лена, ты хочешь что-то добавить? Да, я хочу дополнить. По поводу Китая. Вот мы сказали о Китае, китайские слезы волоса. Но уже вся пресса напечатала по поводу его романа с дочерью большого китайского чиновника, когда он в 89-м году там находился. Это, как правило, вот эти дочери и просто прочие женщины, это то, чем потом политика будут шантажировать. И вот его связи, его контакты, его взгляд и оглядывание на Китай говорит очень о многом. Он где-то был скомпрометирован, скорее всего. И то, что он делает, это элементарное прикрытие его же шкуры. И вот мы узнаем, что два дня тому назад хакеры китайские взломали телефон Вэнса и Трампа. Ух уж эти китайские хакеры. И слишком много у нас Китая звучит вообще в последнее время. Я не говорю о Российской Федерации, Иране. Я говорю в данном случае сейчас о Китае. Вот эта угроза, которую усиленно игнорирует нынешняя администрация, она как вот то ружье чеховское. Она обязательно выстрелит где-то когда-то. Ну, а я хотел бы добавить к тому, что сказал Микс, что здесь я, пожалуй, с тобой не соглашусь. То есть, конечно, есть твердолобые поклонники Камалы Харрис, которые, несмотря ни на что, будут поддерживать ее, несмотря на всякую связь с Китаем и вообще, и так далее. Как говорится, плюнь в глаза, скажут Божья роса, и так далее. Но, тем не менее, известно, это как бы официальная информация, что многие заявили о том, если бы они знали о том, что компьютер Хантера Байдена реален, а не фейк, подброшенный российской контрразведкой или российскими хакерами, как об этом написали, по-моему, 51 видный сотрудник правоохранительных органов в Америке, то они бы не голосовали за Байдена. Если бы они не голосовали бы за Байдена, то этого было бы достаточно для того, чтобы Трамп стал победителем безо всяких махинаций, которые провернула, вернее, со всеми этими махинациями, которые провернула демократическая партия. Даже это им бы не помогло. Так что здесь речь идет прежде всего о колеблющихся избирателях. И, кроме всего прочего, есть еще и те, которые пытаются реально взвесить, что лучше поддерживают демократов. Но смотрят, есть таких тоже, кстати говоря, немало, которые выступают на телевидении, не говоря уже о тех, кто открыто поддержал Дональда Трампа, включая сенатора Талси Габбард из Гавайев. Так что здесь можно говорить о всем, о чем угодно, но, безусловно, эта информация может повлиять на определенный слой избирателей. Дай бог, я ж только рад буду. Я ж не расстроюсь, если повлияет. А есть ли у нас сегодня вишенки, друзья мои? Ну, если это можно считать вишенкой, то есть. Джей Ди Вэнс сегодня, в среду, вечером проведет интервью у Джона. Да, Джона Рогану будет давать интервью. Это будет интересно, потому что три часа, которые Трамп провел с Роганом, честно говоря, это было очень интересное зрелище. Интересно было послушать и понять. Единственное, я смеялась, когда Роган рассказывал потом, что же это было, чем эти были три часа. Он говорил, что Трамп до интервью не посетил туалет, во время интервью тоже и после тоже. И вот три часа он сидел, и очень этот вопрос заинтересовал чисто физиологией. Как так можно долго и никуда не идти? Но 37 миллионов, 37 миллионов собрало на сегодняшний день это интервью. Это побило все рекорды. Да, обычно у него 12 миллионов слушателей. 37 миллионов. Я надеюсь, что Диджей Вэнс тоже соберет свои миллионы. Ну, а Камала Харрис прилетает, как ханера над Белым домом. Ну, кстати, здесь я тоже хотел бы добавить пару реплик, потому что Камала Харрис тоже пригласили к Рогану выступить. Но она поставила свои условия. Во-первых, что не она приедет к нему в студию, а он должен приехать к ней. И второе условие, что интервью будет продолжаться не больше, чем час. Естественно, она получила отказ по всем своим требованиям, и интервью с ней не состоится. И последнее, что я бы хотел сказать, это решение, в общем-то, не совсем понятное. Решение Верховного суда по просьбе Роберта Кеннеди-младшего. Он просил исключить его из бюллетеней в двух колеблющихся штатах, в которых он остается еще в избирательном бюллетене, хотя он снял свою кандидатуру достаточно давно. Это Мичиган и Висконси. Ответ отрицательный. Он остается на этих бюллетенях. Никаких объяснений со стороны Верховного суда не последовало. Известно только то, что в штате Висконсин не было никого, кто бы взражал против этого решения. А в Мичигане единственный судья, судья Горсич, высказался против. Ни судья Томас, ни судья Кавано, никто не решился поддержать иск Кеннеди. Ну и просто как информация, я хочу сказать о том, что на самом деле предварительные выборы в Мичигане и Висконсине уже начались. В Висконсине 25 октября, а в Мичигане 28. Так что в любом случае это решение сегодняшнее, в принципе, ничего уже не меняло. Непонятно только, почему они тянули так долго и не выносили решение по этому вопросу до того, как началось предварительное голосование. Ну, что сказать, если Байден оттянет часть голосов у Камалы Харрис, ну и хорошо, собственно, что он переживает. Не Байден, а Кеннеди. А, Кеннеди. Байден-то точно оттянул бы, тут вопросов вообще нет никаких. Хорошо, ребята, давайте на этой радужной ноте заканчивать наш балагурчик. У меня есть короткое объявление, если позволите. Конечно. Я читала комментарии под другими передачами, люди интересуются, когда палант будет. Палант будет, когда он сможет. В настоящее время он пока не может выходить с подкастами. Так что всем привет. Я в контакте с Борисом. Как только, так сразу. Следите за нашими передачей. Ну и еще одно тоже объявление о том, что 5 ноября, ровно через неделю, мы встретимся в прямом эфире и будем комментировать по мере поступления информации результаты выборов, на которых, как мы все надеемся, победит Дональд Трамп. Ну вот на этой радужной ноте точно можно заканчивать, друзья. Елена Пригова, Игорь Туфельд, меня зовут Микс Хок. На канале Континент, в программе «На троих». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Отправляйте это видео своим друзьям, приглашайте своих друзей. Чем нас больше, тем веселее. На этом все. Всем пока и до новых встреч в усилиях. Всех благ. Всего хорошего.